Дорогие друзья, всем привет! С вами Мэри Мур. Сегодня у нас гламурный английский, но на этот раз не на слух, а мы с вами будем читать статью. Но читать мы будем статью про Golden Globe. Это тот самый золотой глобус, где присваивались различные номинации, кубки в нашем самом любимом селебрити. Но я хочу почитать эту статью, вывести отсюда интересную для вас лексику и разобрать ее непосредственно. Поехали! Я беру статью CNN Style Мы с вами возьмем статью CNN Style, где будем разбирать образы наших звезд. А я ображаю моду и все, что с ней связано. Сразу же первое предложение уже безумно интересное Это означает, что после череды жутко тихих ковровых дорожек или даже постпоун отмененных. Понятно, почему. Золотой глобус наконец-то предоставил звездам возможность A chance Шанс Вновь оказаться в центре внимания моды We emerge into the fashion limelight Церемония традиционно служит предвестником Well weather Вручение премии Оскар Логично Критики ищут некоторые подсказки Клю Подсказка Ключ к чему-то Относительно того, какие фильмы будут непосредственно на этом сезоне награждений Но мы с вами, Fashion Watchers, также следили за некоторыми трендами, которые определяют 2024 год Поскольку Барби была все-таки номинирована, это было даже неудивительно И дознала сюрприз, что Марго Робби придет в розовом Тем временем, Meanwhile, Offer Winfrey кинула в сторону, немножечко так поднамекнула нам в сторону Драма о взрослении Coming of age, драма, пурпурный цвет In a custom, мы даже по-русски с вами так говорим, что что-то кастомное в плане сделано посредственно под клиента Customer, это клиент с ER на конце, как суффикс В данном случае, in a custom, то есть специально сделан на заказ в платье от Луи Виттона Gown, это у нас с вами такого рода вечернее платье на выход или, например, выпускные платья девочки То есть на выпускной вы ищете не dress, вы ищете gown, то есть вечернее выпускное платье Neither shade was evening standout color, однако ни один из оттенков не стал выдающимся цветом вечером Достаточно интересно, то есть у нас с вами было все разнобой и у нас были все цвета радуги и ни один оттенок не был превалирующим, скажем так У нас с вами было и алое платье Scarlet, такой алый цвет от Валентина Объемное платье Sophie Couture непосредственно Voluminous, это объемный Знаете, как шампунь для объемных волос, тоже будет volume, то есть объем такой Дальше у нас с вами было с разрезом на ногах Peekaboo Leg Slit, то есть такой разрезик, наверное, сексуальненький В основном доминировал красный цвет, здесь мы с вами упоминаем Селину Гомес, которая пришла в платье от Armani Preve, то есть это частное, тоже кастомное, скорее всего Rachel Brosnahan, кто бы это ни был, тоже пришла в красном И Julia Moore в Батагавинетто, тоже, видимо, в красном, непосредственно Elsewhere, то есть в остальном, грубо говоря, звезды, повеселились с пайетками Sequins, Sparkles, с блестками, и тюль, он и есть в Африке тюль Также было очень много прозрачной ткани, Shear Fabric, прозрачная, то есть та, что прозрачивает, если вы понимаете, о чем я Полупрозрачная юбка была у Kate Beaconsale, у нее была она трансвюрисентная, то есть это то же самое, что прозрачная, дорогие друзья, юбка Тоже, скажем так, стала причиной тренда без брюк, сейчас у нас очень многие звезды забывают штаны, когда выходят из дома И это все красиво называется No Pants Trend, тренд без штанов Прикольно The Beer Actor, то есть тот, кто играл актера, Джереми Аллен Уайт, он у нас продемонстрировал кожу под своей шелковой рубашкой из вуали А Ханна Уодингем надела прозрачное кружевное платье A sheer lace gown, sheer прозрачное, кружевное, выпускное вечернее платье Один из самых элегантных черных вечерних платьев на показе Далее, многие из самых хорошо одетых мужчин, в том числе номинант Эндрю Скотт в белоснежном ансамбле от Валентины Соответственно, All White, супер белоснежное И ансамбл, это у нас с вами имеется в виду не то, что там все вместе, как по-французски Ансамбл, ой, вернее, по-французски это ансамбль означает все вместе То есть это какой-то очень сложный составленный образ из многих слоев, скорее всего Он нарушил традицию ношения черных галстуков Вот, то есть там, видимо, был не черный галстук Black Tie Convention То есть есть какая-то условная конвенция, но, понятное дело, это просто ирония Другие придали блеск своим нарядам с помощью брошек Например, ирландский актер Барри Киоган Одетый с ног до головы Вот, когда вы с ног до головы одеваете, например, один и тот же бренд Это будет Inherited Thor То есть из головы до, скажем так, пальцев на ваших пятках Он оделся полностью в красные И, соответственно, отдал свое предпочтение Opted for, отдал предпочтение Tiffany & Co, ну, то самое С бриллиантами и розовыми сапфирами в форме козерога In shape of an eye bags Это козерог, друзья И Коумен Доминго Он носил две золотые броши на воротнике Луи Виттон Как интересно А другие аксессуары уже появлялись больше из необходимости Например, Педро Пасхаль, к сожалению, носил темную перевязь Потому что у него, я так понимаю, с рукой что-то произошло Но она полностью сочеталась с его черным нарядом от Боттега Венета Партнерша Киогана по фильму Soul Bear Rosamund Pike Она сочетала свое кружевное платье Lacy Black Dior Couture Dress Сочетала тоже с такой звуальвированной моделью от Филиппа Трэйси Звуальвированный whale Мне очень нравится слово whale Вуаль Запомните его, пожалуйста, безумно красивое Соответственно, Филиппа Трэйси, она тоже получила травму во время катания на лыжах Что же это за год кармы такой? Все получают травмы вокруг меня и не только So, мое лицо было полностью разбито, говорит она Сказала она официально, во время пришел на красный поворот до брошки И на самом деле оно зажило, но я влюбилась в этот образ Вот так вот, друзья А теперь давайте с вами посмотрим на самые лучшие аутфиты по мнению CNN Style Это, конечно же, Тейлор Свиф, наша в таком очень красивом зеленом переливающемся платье файетками Далее у нас идет Джаред Лето в черно-белом Вообще очень странно видеть такой минимализм на нем Вы же помните, да, вот эти котики, образы и прочее Потрясающе, очень смотрится элегантно Короче говоря, у него были кожаные перчатки, которые на фотографии еле заметны Вот, и еще У него также на шее есть подвеска Macliss от Cartier Pantera Следующий у нас Holdover Star Davin Joy Randolph Я не знаю, почему они поставили ее в этот список Мне кажется, что так себе у нее платье Дело даже не во внешнем образе, просто ей не идет Оно Mermaid Dress Это, конечно же, у нас русалочье платье То есть она делала отсылочку на русалочку Но мне кажется, что на русалке мы делали отсылку год-два назад, когда это было модно Платье русалка с лифом-расколадушкой и расшитом пайетками Далее, актер из Барли, помните, такой там был мужик? Вот, он одет в Navy Blue Это, знаете, такой морской, томный, голубой цвет Jacket Сочетание со штанами точно такими же Matching означает, что они прям идут один в один вместе Дальше у нас Опра Мы уже обсудили ее потрясающий фиолетовый цвет Просто выглядит шикарно In custom Louis Vuitton То есть прям под нее все это было сделано еще бы Далее Тимоти Шаламе Тот самый, который парень Кайри Джендер И, честно, я здесь просто шокилась с этой информацией У него тоже, кстати, обратите внимание, кортье на шее Ничего себе у них вкус And touch of shimmer and sparkle И немножечко, знаете, такого сверкания, сияния У него пиджак светится с пайетками Билли Айлиш Просто богиня Просто невероятная богиня Она выглядит вот как учительница со школы Ну вот просто Это настолько отвратительно Librarian look Это настолько отвратительно, что это потрясающе Мне очень нравится, когда это настолько гротескно превозносится Такой бомж-стиль в данном случае Teacher core, librarian core Тоже сейчас очень популярная И она просто красотка So she merged punk and schoolgirl chic Но я бы сказала, что это не punk и не schoolgirl Для меня это реально libraria То есть прям вот такая тетенька, которая 40 лет работает в библиотеке Merged То есть она объединила Как тут написано, панк и школьный chic В огромном ансамбле Опять же, ансамбль имеется в виду, что очень сложный образ Здесь вы видите много layers, очень много слоев Тут у нас и что-то вроде гаустака Мне нравится и огромный пиджак, это огромная рубашка и юбка тоже Короче, реально очень сложный образ, поэтому здесь мы называем его ансамбль От памка здесь только волосы ее Я ее обожаю всем сердцем, но мне кажется, что черный ее стоит Ну правда, блондиночек таких светленьких черный стоит Но не мне, конечно, судить, все равно она богиня Что у нас здесь сказано в комментарии, в статье про нее? Она привнесла в это мероприятие немного вампирского гламура Следующая наша парочка, конечно же, Роберт Дауни Младший, я так понимаю, да Со своей партнершей Не знала, кстати Смотрел на мир через розовые очки Смотрите, вот это выражение Смотреть на мир в розовых очках не только есть в русском, но и в английском языке Так как он и его жена, Сюзан Дауни, полностью носили ансамбли То есть аутфиты, то есть луки То есть образы, наряды по-русски от Диора Дальше наш любимчик Педро Паскаль Кстати, я не знаю, почему вы считаете его любимчиком Я никогда не понимала вот этот obsession на него То есть то, что он сыграл в Мандалорце Я вообще была в шоке Ну короче, я не понимаю, почему его все так любят и обожают Вот, у него была перевязка Перевязка подходящая к его черному аутфиту, наряду Очень такой с узлами в свитер И черные шерстяные брюки Тут все очень просто У Дженнифер Лопес воздушная Баблгам пинк Да, вот это просто такое Вот это волшебство Вот это самонежность Это, наверное, один из моих любимых образов Она одела Баблгам пинк офф шалдер Катюр мюрмэй дресс Короче говоря, это платье русалка То есть видите, очень часто с английского на русский Мы переводим наоборот Мы сначала говорим платье русалка А тут это последние слова А мы наоборот говорим Короче, платье русалка Розовое С огромными открытыми плечами Такими огромными рукавами и шлейфом And train Train это не только поезд Это еще и шлейф, который вас идет за платьем Давайте посмотрим полностью ее фотографию Чтобы я точно сказала, что это мой любимый образ Это один из моих самых любимых образов Если я когда-нибудь в жизни окажусь на красной, не знаю, дорожке Вот я бы что-нибудь такое 100% надела А дело Надела Очень красивые золотые платья Смотрятся на темнокожих женщинах Просто великолепно И с рей выглядело статно Статно В золотом платье в пол A floor lens gold Вот видите, тоже мы обратно переводим Они говорят сначала Пол длина золота платья А мы говорим платье в пол золотое То есть видите, у нас вообще все по-другому В плане построения предложений Ну что ж, давайте еще возьмем парочку аутфитов Я думаю, что на этом мы закончим А, наверное, один из моих самых любимых образов еще у Джулиана Мур Который красный полностью Мне кажется, очень красиво матовый красный Она всех ошеломила То есть она всех ошеломила этим алым шерстяным платьем бюстье Согласна, она выглядит просто божественно И это платье просто божественное Элли Фанин, как обычно Кримгерл, очень нежная, просто воздушненькая В Крим Винтедж Пьер Балман Вот эти банты ей очень идет Это смотрится наивно и по-детски И она сама пока очень молоденькая, наивная И смотрится как ребеночек Мне также понравилось платье у Натали Портман Такой немножечко историзм здесь веет Она носила She wore расшитые пайетками Цветочный шедевр Мастерпейс Это шедевр от Диора Ну и Diamond Earring Понятно, что логично, что у нее Конечно же бриллиант Что у нее еще может быть Ну и браслет тоже какой-то там потрясающий Если честно, мне не понравилось платье от Селена Гомес Я безумно ее люблю, всем сердцем обожаю Спасибо ей за мое детство За мою любовь к английскому языку, к западной культуре Но, к большому сожалению, вот это вот ее Custom Silk Wabi Red Такое рубиново-красное плиссированное платье Плитет Плиссированное И оно украшено Embellished Crystal flowers С хрустальными цветочками Мне не очень нравится этот образ на ней Я очень ее люблю Но почему бы не выбрать более что-то элегантное, женственное Мне кажется, что и вырез неуместен Вот эта огромная черная полоска Ее делят на две части Еще вот это платье, оно здесь у коленки Неправильно То есть оно должно быть либо ладошкой вниз от коленки Либо ладошка сверху от коленки У нее ровно по коленке И это ее рубит Она кажется очень короткой Хотя она вроде бы не такая маленькая в жизни Мне кажется, она выше меня Неудачное платье, но мы с Еленом Гомес любим Ну и давайте обсудим с вами последнее платье Тоже такое интересное для обсуждения Не с точки зрения моды, хотя может быть и с точки зрения моды Это Карен Гилен Она выглядела очень футуристично В таком змеевидном платье от Iris Van Herpen Iris Van Herpen она очень популярна своими платьями Как будто бы ИИ это сгенерировал Но она это стала делать еще до ИИ Сейчас это ощущение, что 3D принтер Но поверьте, это реально такая фишечка Iris Van Herpen И мне кажется, что в будущем, возможно, это станет прям супертрендом Пока что это только начинается Но я уверена, что через 10-20 лет Такие футуристические образы будут просто the must А вот вышеперечисленное красное платье Будет считаться олдскульными Ну что, друзья, платьев здесь еще было просто невероятное количество потрясающих Но полный обзор всех нарядов Ищите у меня в телеграм-канале по этому QR-коду Если вам было интересно, увлекательно Дайте мне знать лайком, комментарии И до скорой встречи Всем пока-пока Bye-bye